Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Я вас приветствую на канале Иванова Наука. Сегодня у нас научная пятница. Я когда-то давным-давно побывал на Байкале. Это была совершенно замечательная поездка. Это было давно, в 2010 году. Я с Байкала привез лишайники, мхи, ну какие-то образцы. Они высохли, я их положил в коробку и забыл на долгие-долгие-долгие года. И вот недавно, делая генеральную уборку, это очень полезно делать, я эти лишайнички и мхи реанимировал. И решил, конечно, это, знаете, любопытство пихает, пихает любопытство. И решил посмотреть, что на них живет. И, ну, сделал питательную среду, все в рамках такой стандартной микробиологии. И, к моему удивлению, здесь, на этих вот лишайничках, выросла совершенно чистенькая монокультура вот такой вот триходермы. Ну, визуально, конечно, монокультура. Здесь и какие-то сенные палочки повылазили, и другие виды бацилок, и даже сильные фосфатмобилизаторы, азотфиксаторы. Ну, то есть, какие-то группы очень интересных микроорганизмов, интересных с точки зрения сельского хозяйства и биологических таких уходов за растениями. И вот выделилась вот такая байкальская интересная триходерма. Следующим этапом выделения байкальской триходермы было, конечно, получение так называемых моноспоровых изолятов. И эти моноспоровые изоляты стали, ну, таким предметом исследований. И вот, смотрите, что интересное получилось. Один из опаснейших грибов, который одолевает наши растения, просто их уничтожает буквально на корню, везде и всюду, это, конечно, фузариум. Вот такой вот грибочек. Он иногда дает красную пигментацию, но вот самый опасный, фузариум уксиспорум, вот он вот так вот выглядит на чашках. Ну, вроде ничего страшного, но на самом деле вызывает гнили корневые, черную ножку, увядание. Ну, в общем, огромное количество неприятностей доставляет нашим растениям. И, конечно, мы тестируем активность разнообразных полезных микроорганизмов, антагонистических, то, что называется, то есть те, которые могут сопротивляться и уничтожать вот такие патогены. Мы их тестируем на вот этом лютом фузариуме страшном. И вот смотрите, что получилось. Вот здесь на картофельно-глюкозном агаре была посеяна триходерма байкальская и также была посеяна триходерма, выделенная из препарата, который называется САДПРОФ. Ну, такой есть препарат, в нем триходерма присутствует, все хорошо. И вот посмотрите, что получается. Ну, вот триходерма, вот она растет, зелененькая, нарастает мицелия, мицелий дает здесь спороношение, ну и постепенно она приближается к этому фузариуму. В один день, в один момент буквально было все посеяно. И вот смотрите, какая славная байкальская триходерма. Она за то же самое время не просто, ну, быстрее гораздо растет. Ну, конечно, один из изолатов байкальской триходермы, потому что там их несколько, вот здесь вот, она не одна единственная, их несколько. И вот смотри, во-первых, удивительно, что она сохранилась с 2010 года на лишайнике, там лимхе, потому что я и лишайник, и мог туда, ну, все, что было у меня там, даже какая-то была губка бодяга из Байкала вытащенная, просто я сделал такой микс разных организмов, вот этих, значит, субстратов и просто высеял в питательную среду жидкую, запихнул их туда, да и все. И вот смотрите, один из изолатов, который из байкальской триходермы был получен, во-первых, он, смотрите, насколько быстрее растет, просто большинно быстро растет. Вон, смотрите, как он растет. И смотрите, он уже паразитирует, что очень главное, важное. Смотрите, он уже вот здесь вот паразитирует на фузариуме и буквально пару дней, и от этого фузариума ничего не останется, он его просто полностью съест. Именно такая триходерма нам и нужна, потому что она будет наилучшим образом защищать наши растения. Конечно, прежде чем триходерма сможет стать основой какого бы то ни было препарата, она будет проходить массу различных тестов. Ну, тут вот бактерюшечки проходят, тесты на хлорели. Видите, вот есть, которые прям суперстимулирующим влиянием обладают на хлорелу. Вот просто, они же точно так же стимулируют и рост растений. А вот эти вот являются, видите, токсичными и убивают хлорелу. Соответственно, они могут оказаться и вредными в отношении различных других растений. Ну, тестируется все обязательно. Вот тут тоже еще один тест стоит. Видите, все, так сказать, как говорится, выявляется и проверяется. Вот здесь вот, смотрите, интересно, зеленая точечка, темно-зеленая точечка, неподписанная. Ну, что это такое может быть? А давайте посмотрим. А это не что иное, как Баверия сюда самовольно прилетела и села. Ну, бывает, слушайте, даже такие, вот видите, здесь тоже вот самоволка какая-то прилетела. Это тоже Баверия прилетела, видите? И она тоже стимулирует, видите, Баверия самовольно прилетела и стимулирует рост растений. Ну, хлорелы в частности. Ведь хлорелы это то, что называется первичный продуцент почвенный. Он обогащает почву органическим веществом, этот первичный продуцент это хлорелла. Поэтому хлорелу используют часто для такого рода тестирований. Это очень интересная штука. Конечно, тестирование будет проводиться и на высших растениях. Ну, например, как тест-объект часто используется пшеница. Вот посмотрите, это контроль, просто водичка. А вот здесь, видите, насколько длиннее проростки. Вот проростки в развитии каком здесь. А вот смотрите, какое здесь развитие проростков. Это метилотроф, выделенный, азотфиксатор метилотроф, выделенный из кукурузы. Очень интересная такая штучка. Мы сами выделяли из белорусской кукурузы. Вот смотрите, вот смотрите, это еще больше, еще гораздо более сильный. Вот сравните, контроль. А вот смотрите, какая сильная, колоссальная стимуляция роста пшеницы. И это изолят, который выделил из узбекских почв один гениальный узбекский мальчик, Фарук Намозов. И у нас этот изолят теперь в лаборатории является, ну, буквально, эталоном вот такой вот фитостимуляции. Ну и другие, видите, есть токсичные, которые выглядят хуже, чем контроль. Значит, они, конечно, не могут быть использованы для дальнейшего внедрения в сельское хозяйство. Конечно, впереди, ну вот этих опытов у нас миллион. Конечно, прежде чем стать основой для какого-то биологического препарата, будет проведено еще миллион тестов на безопасность, на неспособность расти при 37 градусах. То есть, то, что он точно не станет опасным там для человека или животных. Ну, триходерма, в принципе, не опасна для людей с нормальным иммунитетом. Но дело в том, что в любом случае эти тесты выполняются в обязательном порядке. Не должны никакие микроорганизмы, ну, за исключением там пробиотических, молочнокислых каких-то специальных, не должны они расти при температуре человеческого тела 37 градусов. Вот от этого, этим отличаются какие-то кустарные препараты, неизвестно кем произведенные, там в каких-то подвалах неизвестно чего насыпано, от профессиональных. Потому что делается миллион тестов, тестов на эффективность и на безопасность. Кстати, все то же самое касается и баверии. Вот баверия тоже, видите, она с хлорелой, например, проверяется на совместимость. Ну, видите, она здесь, так сказать, сама себя проверила на совместимость. И замечательно, баверия... Ну, то есть, все микроорганизмы, любые микроорганизмы проходят всякие подобного рода тесты на совместимость, на противодействие, там, ну, на все на свете. Ну, вот тогда и получается, что вот просто водичка, когда перцы проращиваются, вот результаты просто в водичке, а вот результаты в триходерме. Да, вы можете видеть, что когда мы добавляем в триходерму специально отобранную, то здесь, конечно, результат абсолютно-абсолютно другой. Вот эта триходерма. Здесь уже семена проклюнулись, потому что все многократно тестируется. Ну, вот кому интересно, вот перекись водорода, вот такие вот результаты дает. Тоже проклевывается, все нормально, лучше, чем в контроле. Но все-таки это не настолько хорошие результаты, как мы можем получить при использовании триходермы. Ну, вот магниевая селитра тоже дает неплохие результаты по стимуляции всхожести того же самого перца. Да, МС где-то у меня тут должно быть написано, да, вот, видите. Но все же триходерму никто не победит по ее стимулирующему влиянию на проростки, на семена. Ну, вот такая у нас получилась забавная научная пятница. А впереди у нас будет еще разговор о том, какую страшную синегнойку можно выделить, если готовить самостоятельно, вот то, что называется АКЧ. Когда вы начинаете барахтеть свою местную починную микрофлору, то можно оттуда навыделять таких патогенов человека и наразмножать, что просто закачаешься. Этот разговор у нас впереди. На этом я прощаюсь с вами. До самой скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok